Пик, мы переходим конкретно уже к первой карте нашей серии Best of 2. Evil Geniuses против E-Home. Баны, кстати, вот то, о чем я говорил. Evil Genius смотрели, по крайней мере, статистику. Они банят Dazzle против E-Home. И вдобавок еще таки доводят в бан Гирокоптера. E-Home же банят на Гуссирену, которую отлично использовали EG в прошлых играх. И банят лишь Рака. Квапа тут же залетает EG. Давайте плясать от этого. Давайте попляшем. Но то, что Квапа залетает, это вообще никого не удивляет. Сейчас должен появиться по логике Shadow Fiend. Но E-Home очень любит Разора. Другой вопрос, что пикают ли они Разора без Dazzle. Они пикали все время Разора с Dazzle сразу. Нужен ли им Разор без Dazzle? Не нужен. Мне кажется, и все равно. Квапа, не Квапа. Все он найдет, в кого можно вписать, если что. В дерево тоже. По логике вещей сейчас должен быть Shadow Fiend. Может быть с Тускаром. Или Тускар встречится. Вот я не знаю почему, но мне хочется посмотреть и смотреть на вот эту вот комбинацию невероятную. Невероятная комбинация. Просто вкатывается вот этот шар. Четыре человека в нем, соответственно. Ну, понятно по причинам. Три течиса их все-таки. Он же ставит минку, она взрывается. Еще и он, соответственно, суицидник, оказывается. Ну, комбинация действительно хорошая, Андрей. Жаль, что раз в 150 секунд или около того, там, Кулдон наберу. Ну, жаль. Примерно такой. Было бы интересно почаще взрываться. Вот раньше был в свое время. Эх, секунд 30. Ох, мувики какие были. Ой, базука муви. Кто не видел, конечно. Кто не видел, не смотрите, все равно не поймете романтику того времени. Не поймете ничего, но было хорошо. Когда было, было хорошо. Течису немножко подпортили винрейт. Вчера он выступал у нас, особенно стартанал. Стартовал очень уверенно в двух параллельных играх. Он сразу ворвался и сразу взорвался с фейерверком. Взорвался и ворвался. Слушай, но Кулы ему подпортили винрейт. Они пикали его и портили винрейт. Готовы портить дальше. Разор таки. Тот самый Разор так любит. Ихом этого Разорова. Ух, прям любит. Не, ну вообще, откренно говоря, сильный. Сильный персонаж этот Разор. А может быть и Рубик. В каком-то смысле как Вайпер. Только без ядра. Ну да, действительно, Разор и Вайпер. Вот в свое время, когда была мета в миде, Разор, Вайпер, ну короче, всякая гниль ставилась. 36% винрейта. А вообще, это мне этот винрейт напоминает очень тот интернет, что потом тоже пикали. Все берут. У него тоже было 36% винрейта. Все хотели быть артизий, но и у всех получалось. Блат, хикер все-таки вторым пиком залетает. Действительно, Квенов Пейн, Блатсикеры не хотят отдавать. Просто во всех играх. Некоторые команды знают, что с ним делать. Некоторые команды, наоборот, не знают вообще, как его остановить. И это очень сильно ощущается. Вот когда попадается там игра, где команда не представляет, что делать с Блатсикером, она просто сыпется. И Вилджиниус, конечно же, я думаю, хватит умения и опыта с ним что-нибудь сделать. Но что они для этого должны взять? Взяли уже Баунти Хантера, а не для этого. Например, он на самом деле является полезным героем против Блатсикера. Треки, и от Блатсикера хотя бы можно немножко убежать теоретически. Но вообще, я опять не понимаю, зачем Баунти Хантер пикается так рано. Опять же, не ясно. Что, кого он тут собрался. Ты показываешь слабость на линиях. Действительно, просто ноль подозрений. Тебе разор. Я думаю, учитывая то, что это ЕГЭ пикают Баунти Хантер, у них какой-то план есть. Они не возьмут Баунти Хантер просто так, мол, пускай будет. Очень любят они Баунти Хантер, на самом деле. Они берут его практически просто так. Типа он найдет, куда ему применить. Я никак не могу понять. Вот тут играет РТК, это капитан Витчи Гейминг на Дом Интернешнле, которые наравне с Ксио 8 в каждой игре пушили. Очень агрессивно, очень активно, разнообразными героями. И прям чистыми пушами с пугной, или просто мидгейм какими-то драками. Почему здесь, когда команды позволяют себе по факту пикать вот такую поплаву, как сейчас берут ЕГЭ Квин оф Пейн и Баунти Хантер, почему никто не хочет взять как-то мидгейм пуш и развалить это? Я видел несколько игр с Драгон Найтом, и, по-моему, герой очень неплохой виндрейт, он выигрывает. И реально вот такой вот пуш, Драгон Найт, вот эти вот пугные там всякие, может сработать, когда у людей переизбыток этого Баунти Хантера. Баунти Хантера, может быть, даже с пусикой какого-то. Ну, в этой-то игре Баунти Хантер был взят на закрывающий пик во второй стадии, так что Драгон Найт здесь было уже, и если брать, то изначально, до того, как ты знаешь, что у врага БХ. Да нет, ну, сейчас уже его никуда не засунешь. Этот Драгон Найт, он, в любом случае, вот как раз против БХ немножко рисковый пик, потому что в миде ему будет, ну, очень тяжело, ему и так непросто, а там еще и БХ будет кружиться. Так что, мне кажется, вот что-то типа пугные Джакиры, может быть, ну, Лишак-то там в бане, конечно. И чем, мне кажется, пугна оптимальный вариант, сейчас зависит от этого нового метода, он контрит очень многих героев. Она, телеон, блин, я уже сам сказал он. Выяснили, что это он все-таки. Точно? Голосование решило, что он? Да, дело даже не в голосовании. Ну, я думаю, и там бы тоже решило. Нет, если голосование не решило, то пока я точно... Пока не было голосование, на самом деле, да. Пока не было. Вот, пугна, контрит, очень много вот из этих... Undying, собственно. Героев меты, в основном, стилем игры своей. Просто забирать вышки, идти ломать базу. Ну, вот куда ты его сейчас поставишь в Uyuhome? Вот, если ты возьмешь эту пугну в сложную? Блин, никто не мешает пойти в сложную. Пугна, Undying, это нормально. На линии пойти в оффлейн просто, и там повеселиться. Правда, другое дело, что ты не знаешь еще героев соперников, но тут соряночи. Ты уже набрал разборку стихера. Ну, кстати, Апу, можно было с упором начать. Дредд как раз начал говорить. На квалификациях она пекалась почти в два раза чаще, чем здесь. На данном этапе, конечно же. Там игр было больше. И винрейт у нее был гораздо-гораздо выше. То есть отошли от этого героя или забыли о нем? Ваше мнение. На квалификациях играли команды уровнем слабжа. И многие эти команды, откровенно говоря, это почти миксы. Им там дали какое-то приглашение на квали. Они такие, о! Ну, или они его заработали. Поехали. Ну, кто-то заработал. Поехали. А так как трениться лень, и что-то там нарабатывать, и никаких буткемпов. Ну, что там, немножко вот этот. Ну, берешь, да, берешь сразу пугну и начинаешь работать через нее. Вот поэтому там и много пуган. Чем слабее команда, тем они чаще пытаются пушить. Потому что это проще. Это самые простые стратегии в доте, какие есть. Чем, типа, сильнее команда, тем у них больше в рукаве разнообразных стратегий. Они там, Майндгеймс. Возьмите пугну, пожалуйста. Какой лично вам не кажется, что это? Ну, это, кстати, интересно, интересно. Это установка. Вот, учитывая игру ЕГЭ, эти пики для меня величина не выглядят забавно. Мне даже немножко даже стыдно за вас, что вы смеетесь просто над пиками ППД. Это, наоборот, интересно, что он придумал. Просто мужчины, а тут женщины. Ну, смотрите, вот ЕГЭ укрепляют пик, взяв спирит брейкера. ЕГЭ же в одну из своих короночек шторм спирит залетает для Сумаила. А, я понял, как это работает. Просто бери рандомных героев, и Сумаил очень сильная. Ну, да, да. И все, поехали. Ну, во всегда снизу, правда, мужчины такие очень серьезные. А сверху женщина, кот, мертвец и толстяк. И толстяк. И толстяк. Да. Вот такие дела. В нашей студии аналитики кто эти кто? Слушай, я... Кто кот, кто мертвец? Женщину беру на себя. Я кот. Так и быть. Я кот, ты мертвец, не жердяй. Я думал, я потолще как бы. Если нас с дредом сравнивать, то тут уже... Да, ладно, ты еще и не высказался. Ты мертвец, а ты жердяй. О, кстати. Прости, я тебя умертвил. Ты же мертвец. Не проблема. А пятый будет Урса взят. Я честно, я не могу понять, почему Яхом не могли сыграть. Разогреваются шутки. Почему Яхом не могли сыграть? Более гибкая. Хотя ладно, у них достаточно гибкая. Они могут все еще взять Джекироса. Поставить Джекироса с Блатсикером на легенькую. Почему это так смешно звучит? Джекирос? Джекирос. А, кстати, вот если говорить о Рустафе. Джекирос офигенно заходит. Если они возьмут Джекироса, кого нам надо пятым сюда позвать, чтобы у нас... Джекирос. Или Шамонос. Что, кого пятым, куда взять? Ну вот нас четверо, четверо героев уже есть. Если Evil Genius возьмут Джекироса, кто у нас из Рустафа Джагир? Кого надо позвать? Джекира или Джагир? Я говорю Джекирос. Если Джекир, то мой брат. Это Джекирос, ничего, это Джекирос, видите, не аналитик. Если Джекира, то мы твоего брата позовем, и получится Джекироса. Тогда у нас уже не хватает толстых ка, нам нужно будет еще один толстых ка. Тогда мы вызовем Смайл, он стоит мертвецом, а Дред вернется к Жирному. Мне кажется, план просто замечательный. Мы останемся при своих. Да, мы останемся при своих. Я кот, а ты телочка. Сюда бы ВД. Я не спорю. Ну можно и ВД, согласен. Ну вообще у них со странами проблем. Как шторма ловить? Это Сумаил на шторме, если его нечем ловить? Они придумали, как ловить шторму. А, вот. У нас там задержка, у меня здесь есть. А, Лайон, Лайон. Китайские ответили. Кстати, Лайон не ловит Сумаила, я уже видел эту историю. Он не может просто среагировать ни на что. Сумаил на квиккостах так летает, что туда ничего. Дело не в квиккостах, дело в том, что он пока прилетает, он не останавливается, летит сразу. Ну это просто... Ну так без квиккостов, по идее, это очень тяжело сделать. Что сделать без квиккостов? Во время полета уже жмешь, и все. Ну он летает, как бешеный. Ну короче, если ты киберспортсмен. Если киберспортсмен, то в кнопке. Ну Сумаил точно киберспортсмен. Да. Бесспорно. Кто-кто, а вот Сумаил точно киберспортсмен. Последний пик от ЕГЭ. Ну им вообще не хватает еще. Чего ты делал точно не хватает? Как же Бэйна такого еще? Стан на команду и Шурикен, который сбивает ТП. Может Стан добрать? Или я тут... Не помешает Стан, да нет. Стан всегда не помешает, но... Мне кажется, не хватает напарника Баунтихантеру. Какого-нибудь там Дарксира, может быть. Клинксай. Кого? Дарксир в бане. Рикимару. Рикимару. Видишь все время? Отлично, как... Рикимару, Баунтихантер, Лич. Сторм, Квопа. Отлично. Тот самый пик, тот самый чай. Ну может быть еще Течка может зайти, потому что... Собственно... Ну Течка нормально, да. Сент Кинга. Сент Кинга. Сент Кинга. Какая же помойка, ааааааааааааа. Почему все-таки никто не хочет это пропустить? На этот вопрос мы не ответим. Не ответим, потому что, к сожалению, нам уже не удастся побольше поговорить. Мы тут и так уже с вами поговорили, пошутили, отдаем слово Вилату и Габлаку, и они уже там разберутся что да как. от хрупких, не пойми кого. Мне больше нравится такая грубая сила. Но! Есть же Козырь. Сумаил на Старме. Козырный балет, можно сказать. Козырный туз. Конечно же. Джокер. Джокер. Да, ну действительно, Сумаил на Штарме это один из его самых супер-супер-супер-супер-пупер сигнатурных героев. Это герой, который принес команде Evil Geniuses признание и чемпионство на турнире Dota 2 Asia Championship 2015, который был проведен в этом году в... Ну ты в курсе, короче. Я-то да, я там был. Даже в роли игрока. А меня туда не отпустили. Сейчас посмотрим, что будет делать это юное одарование против Bloodsicker. Да, да. Стоит отметить не только это. Во-вторых, это Ауи, играющий на Bounty Hunter. Смотри, и что самое главное... Это тоже дефолт. Там никто другой, по-моему, на Bounty Hunter не играет. А вот это вот, пацанчик? У Empire стратус стерили. Ну вообще, да, мало кто играет в мире с Off-Lane Sinking Goal. Но у меня в последнее время начало складываться впечатление, что универсу любого героя дай, и он его превратит в шикарного Off-Lane, вот вообще любого. Мы вчера уже видели Enchantress в Off-Lane, который наваливает... Ну понимает он, что делать нужно на этой линии, понимает, куда нужно идти, куда не нужно, в какой момент нужно уходить. И так далее, и тому подобное. Ну, грубо говоря, да, мы обсуждали это. Если бы тебе сейчас сказали, у тебя одна минута, чтобы дать приз лучшему Off-Laneer в мире, ну, я бы не думал даже. Потому что, ну, я не знаю, есть ли лучше Off-Laneer в мире, чем... Ну, Ice Ice мне еще очень нравится. Ну, типа Ice Ice слишком рандомный. Он иногда может такого фидануть какой-то брудой, что ого-го. А универс вот именно очень стабильный. Стабильный. За стабильность, если вот брать именно самого стабильного, то да. Ну, и Ехоумы против них. На данный момент две победы, две ничьи, восемь очков. Столько же, как у Virtus.pro. У Virtus.pro тоже восемь, но у Virtus.pro на одну игру больше. То есть, две победы, две ничьи и поражение. Отличная линдата века. Да, да, да. У ЕГЭ шикарно. 2-2-0. Ну, а Ехоум имеет 0-3. 0-3 ничьи. У Ехоум ни одной победы, ни одного поражения. И, по сути, это последний шанс у Ехоум какой-то зацепиться, да? Ну, суть в этой группе... Смотри, проседает Сетивай на миде. Смотри, пока Сетивай проседает. Его почти добили снизу, там, на Разора планируют какой-то выход. А, в любом случае, эта группа очень запутанная. Уже ребята в аналитике рассказывают. То есть, здесь суть в том, что Ньюби сыграли в 4 ничьих. То есть, у них 0-4-0. Ехоум 3 ничьих. Емпайр имеет 1-2-2. То есть, два поражения у Емпайр. Две ничьи и одна победа. И они внезапно идут на пятом месте. И Вич и Гейминг точно с такой же статой идут на четвертом. То есть, 5 очков в этой группе хватает, чтобы занимать четвертое место. При том, что в параллельной группе 5 очков это MVP Феникс, которые очень сильно проседают от всех. Боже, посмотри, что происходит на миде. Просто стирает свой оппонент Сумаил. Довел он ХП до красного Сетивая. И Сетивай не может даже подойти, чтобы ударить крипа и как-то подхилиться. И все подбивает ему Сумаил. Не, он уже несколько раз дошел до такого ХП. Он рассчитывает все. Но от этого крипов и фарма у него не прибавляется. Вот только сейчас первого крипа удается ему добить. Снизу экшен, ауи на DDC ворвался, немножко его подрезал, ничего страшного. Да, я продолжу смотреть то, что происходит в миде, потому что здесь Сетивай, которого, если честно, многие перехваливают даже, я бы так сказал. Потому что, ой-ой-ой, вот так вот. Уже появляется ботл у Сумаила. Да, это вторая минута, ботл уже ему бешит. Сетивай крипа добил. 2-0 у него у Сумаила. 12 на 2, это же вообще незаконно так линию выигрывать. Ну вот он, вот он, вот он, вот он Сумаил на своем шторме суперсигнатурном. И, ну, много есть скептиков, которые говорят, что да, там не такой он суперкрутой, как вы его там превозношаете. Ну, не только мы, я имею в виду вообще там угла язычную аналитику и так далее. Все там в восторге от игры Сумаила. Ну, действительно, он же хорош. Он просто хорош в миде. Сложный тебе. Да, и не только в миде. Просто и в миде хорош, и на шторме хорош. В миде на шторме вдвойне хорош. Не, вот что мне у него нравится, это вот, блин, я не знаю, как правильно это сказать по-русски, это, ну, decision making, ну, принятие быстрых решений. То есть у молодых игроков обычно есть такая фишка, что они очень хорошо играют, но они очень часто загоняются, скажем так. Хватает у него опытных игроков в команде, если ты посидишь на буткемпе месяц с вот этими вот мастерами игры, и они тебе все расскажут и покажут, где и как, и когда надо перемещаться. Если у тебя есть желание, у него есть это самое желание учиться, то можно довольно быстро вырасти в игрока мирового класса, что и показал сейчас Сумаил. Уже, я думаю, ни у кого не остается сомнений, что он один из лучших в мире на своей позиции. В те время First Blood за Тауэром прямо берут на Queen of Pain, и Сумаил в соло в эту же секунду убивает таки сетевая. Да, Сумаил очень четко отыграл, только-только начали мы про него говорить. На топе, опять-таки, Тамбу поставили, это уже посмертно было Тамбаро, Тикей разогнался, забашил Фира. Фир не смог с блинка уйти, и вот, собственно, 1-1 становится. За счет ФБ забирает все-таки Ехомы. Снизу по-прежнему Ауи пытается что-то придумать, по-прежнему бороздит он здесь вот просторы леса. Ну, пока только ворота. Просто какой-то пожар, необходима какая-то помощь, видимо, тут сетевая. Я не знаю, Шторм уже левел 6, уже у него есть боттл, стики, сейчас еще ботинок он купит. Я не знаю просто, как они будут потом этого Шторма останавливать, потому что контроля на него не так много. Есть Леон, есть Баратрум, конечно же, но Леону, чтобы ловить Шторма, нужен тот же Даггер. Быстро ты его не поймаешь. Ну, тем более, да. Разогнанный Шторм, если он быстро получит свои артефакты, он сам этого Леона будет по всей карте вылавливать и будут Стоуны заряжать от него. Вот мне интересно, как сыграет Сумаил, то есть будет ли это Бладстоун, или будет он, может быть, играть в Сайленс? То есть вот тут вопрос, так, атака в миде, Ротикей, отлично, толкает Сумаила, Сенкин поздновато сюда приходит, просветно, слушает, цепляет еще и Ауи. Ауи тоже умрет, башек должен проходить, да и без башек убивает, и это три фрага уже у команды. Ну и вот подошла та самая помощь, которая была необходима здесь сетевая, достается как раз-таки оба фрага Бладсикеру. Ну и внезапно ситуация исправляется для него. Да, и общая игровая ситуация исправляется, но по-прежнему даже после вот этой смерти Сумаил остается на первой строчке по Нетворсу, причем с довольно-таки солидным отрывом. Видимо, у Virtus.pro в параллельном матче у нас Spirit Breaker также пикнут вместе с Бладсикером. Virtus.pro у нас играет на стриме под номером 2, играют они важнейший матч против Vichy. Невероятно важный матч. В случае победы ВП гарантирует себе фактически проход в сетку венеров. В случае ничьи будет очень тяжелый еще завтрашний день. Ну, в любом случае, смотрите также ту игру, смотрите эту игру. Ну и еще у нас играет, если я не ошибаюсь, с дек против Ньюби на третьем стриме. Я думаю, менее интересная игра для СНГшного зрителя, но все-таки сейчас в этой группе каждый матч важен. Баратром в миде на Сумаила. Сайлентс по таймингу. Хекс, Сумаил в Сайлентсе. Будет ли сейв? Ауи не может сейвить Сумаил. И Сумаил улетает на лоу хп. Побежит ли соник СТЮ? И СТЮ не бежит. Как же он выжил? Несмотря на то, что блестящие тайминги демонстрировали нам игроки из Ехоум, не хватает банально дэмэджа им за убить этого самого Шторма. Да, но это мы видим, выживается в этот раз. У Вичи Гейминга Вапа, Шторм, Спирит, Баунти, Хантер. Похожие два матча у нас происходят. Здесь и на параллельном. Но все-таки, как ни крути, какая-то вот такая внутри турнирная мета уже вырабатывается. Какие-то стандартные герои, которых мы видим почти в каждом матче. Их все больше и больше. То есть, да, тот же Undying, там, например, тот же Bloodseeker. Они у нас есть практически постоянно. Та же Queen of Pain. Но есть и уникальные пики от Питера Даггера. Да, вот видим, Сенкинг Лич. Действительно, ЕГЭ показывает на этом турнире в групповом этапе, наверное, самый широкий спектр пикабельных героев. То есть, у них там и Тренд Протектор, и Энчантры, и Сенкинги, и Личи, и все подряд. Что угодно они берут. И, получается, у них еще не было. Хочу войда не было, но я уверен, что будет на этом турнире. Ну и пока что на стадии ленинга все довольно-таки неплохо у ЕГЭ. Три из четырех крипстатов как раз-таки у этой команды. Несмотря на то, что смог прорекавериться Bloodseeker, вот он уже в лес пошел. И там набирает довольно быстро. Фарм на топе в это время нападает на Ауи, ловит его на Даст, и скорее всего будет он здесь погибать. Да, конечно. Без шансов для Ауи. А ну вот знали, что приблизительно где-то здесь он бегает, а просветочку дали, увидели, убили. Ну и это уже четвертый фраг для Ихом. Но, несмотря на это, снизу там может быть акшен, нет, не будет никакого акшена. Несмотря на это, у ЕГЭ по-прежнему дела идут более-менее. То есть по XP они впереди, по деньгам все вообще ровненько. И Юниверс имеет на седьмой минуте 1400 голды тапок и щитов. Побегал Юниверс по лесу, поискал какие-то стаки, ничего не нашел. Ну у него третий песок, очень хочется в лесу поформить. В миде опять акшен, да, опять на Сумаила попытка забежать. Но без Хекса не получается Сумаила затолкать в Ладрайт. Баш есть, а вот продолжения нету. Сумаил сразу после Баши улетает, нужен Хекс. АДС для того, чтобы Блудрайт сработал на Сумаила. Ну вот Сумаил еще есть в ДД. Вот так вот, наглый такой Сумаил. На топе у нас тем временем Фир, который уже умирал, имеет 32 на 23. Есть у него 0, есть у него тапок, есть у него банка. В то же время у Манема есть 20 крипов. И в миде опять минус Сумаил. Вот та комбинушка, вот та точка. Береген наглел. Пока стоял на своем хайграунде, несколько раз пытались на него выйти. Ну а зачем спускаться-то? Ты же знаешь, что они где-то рядом. Ротикей башит, Хексит ДДЦ и под Блудрайтом ты уже далеко не убежишь. Сумаил 1.2.0 имеет. Ты уже никуда не убежишь под Блудрайтом и Рапчером. Игру, то есть линию, да, он выиграл, и все отлично, конечно, все очень круто. Но вот мы видим, вот этих две смерти, конечно, дают огромный буст Сикера. У Сикера уже 50 на 2. Разбегается Ротикей вниз. Ну и Юниверс еще не понимает, что на него бегут. И Юниверсу неприятно надо уходить. Но есть инфа, потому что идет сюда уже ДП от Сумаила и Смоук. И подходит сюда Лич с Чинфростом. Цеплять Ротикея, Шторм врывается, тут же Разор, проблема Ротикея. Он погибает, Сумаил, надо ему отлететь от стати клинка. Много демджа насосал уже у него, тем не менее у ИД, у ППД проблемы. И не успеет, похоже на то, что выкинут Чинфрост. Да, ППД выбрасывает Чинфрост просто в сингл-таргет. Но у ИД тоже может убереть? Нет. Ой, хорошо, как и вовремя Фир приходит. Слушай, а Сетевая-то сейчас всех поубивает здесь? Нет, Сетевая заберстили, не сможет он отхиляться, но Сумаил, скорее всего, будет здесь подгибать. Сумаил погибает от Зомби. Зомби доказал за Уиза Фиром. Выходит сюда еще сбоку ДДС. Слушай, это минус 3, и только один ушел Фир. Хорошая драка получилась. Качественная. Сколько во сколько? 3 в 3. С самого начала умер Ротикея, ну и Зомби и Леон остались в живых. Там Лич Чинфрост успел выбросить только в один таргет. Ну и Сенкинг, что самое интересное, тот, на которого нападали, он спокойно ушел и выжил. Вот 6 левел. Нету еще, кстати, ультимейта у Юниверса на 6 левеле, раскачка у него 3-3. Возможно, с ультимейтом было бы как-то полегче драться. Хочет Блинк. Да, хочет сначала дофармить Блинк, а потом уже впрыгивать и трусить. Ну и смотри, вот этот Блудсикер, у которого все было просто ужасно на начальной стадии игры, уже имеет топовый крипстат. По Нетворцу, конечно, все еще чуть-чуть отстает. Но если бы только что не умер, было бы все, конечно, очень хорошо. 10 минут игры за нами. Включаем Нетворцы, видим, что Сумейл на первом месте по Нетворцах. На втором видим Цити Уай, на третьем Ланэм, который только что организовал даблкил на зомби. 1000 голды впереди Ехоум и буквально 200-300 Икспы они впереди. Ну, вот так вот. И Сумаил ПТ 0 Солринг. На первом он будет делать, должен делать Блудстоун. Скорее всего, так оно и будет. Так, мидия будет ли атака какая-то на Сумаила. Ну, как я уже два раза повторял, без Леона нападать на него фактически нет смысла. Одного Баша не хватает. Даже какого-то Супер Баша. Ну, сейчас получит его 6, Ротикей. И тогда двух станов должно хватать, чтобы навесить этот самый Кровавый Ритуал. Ну, типа того. Ауи тем временем имеет левел 4. На 11-й минуте тоже плохо дается. И сейчас появится тот самый Дайгер универса. На 10-й минуте с Офуэйн, Олсен Кинга. Отличный тайминг. Да, да. И главное реализация. Посмотрим на реализацию. Но этот умеет. Ну, хотя все может быть. Вот он, Линк. Вот он летит как раз-таки за своим Дайгером на Фонтан. И на Сумаила. Вот он Хекс, вот он Бладрайт. И это минус Сумаил. Не будет здесь Сен Кинга, потому что только что тэпнулся он на базу. Боже, тут на хосте Фир еще врывается. Но что же он сделает? Он понимает, что... Без Сен Кинга не буду драться, ребят. Ну, от как бы хотелось здесь Сен Кингу сейчас войти и туда к мопе войти. Ух! Дают пока что спейс для Ауи на топе. Добрать свой левел 6. Ну, это то, что надо Ауи. Сейчас падает тавер понемножку. Сен Кинг. Врывается. Есть там Бас. Сен Кинг подставился Сити Вай. Очень больно. Ну, его дана реализация. Очень больно. У Айджей тоже погибает. Чейн Фрост полетел по зубокам. По заддакам. Ротти Кей тоже умрет сейчас. И это минус 3. Легчайшее. Но, правда, Ланэ тоже добирать ППД. А Бантихантер где погиб? Нет, не получится. Бантихантер вообще... А, здесь же погиб. Да, я даже не заметил, где он умер. Сумаил на Ланэм. Ланэм без маны. И Сумаил тут его расстреляет, конечно же. Отличная игра от ЕГЭ. 4 в 1. Блестяще. Ну, перенаглели их, Ом. Они решили, что мы убили Сумаила. Можно идти до конца, но... Вот она, та самая реализация даггера от Юниверса. Да, ну, минус 4 с даггера с ульта. С первого. Но это, конечно, просто шикарно. Мы видим 2,5 тысячи голды, 2,5 тысячи экспы. Все хорошо. Даже очень. И ЕГЭ могут продолжать. Да, у Ланэма действительно в этом месяце родилась дочь. Мы его поздравляем. Общался с ним на эту тему в первый день приезда нашего. И так далее. Счастлив человек просто до невозможности. В прошлом году он хотел заканчивать карьеру. И он даже ее какое-то время закончил. Он откомментировал, я уже рассказывал, в эфире откомментировал. Целый десятый сезон Старладера на китайском языке. Но потом... Вернулся в Доту в составе команды Биг Гац. И потом пошло-поехало. Да, и пошло-поехало. После Биг Год, после топ-4 на Даке. Я понял, что на прошлом интернерсале денег выиграно было мало. И для того, чтобы обеспечивать семью, свою дочь новорожденную, нужно еще поехать выиграть немножко всех обмор. Идет разгон на Юниверсов Дис. Юниверс все понимает и улетает. Спокойненько, спокойненько. Юниверс действительно все понимает. Это его отличает от многих других игроков. Queen of Pain от Фира наконец-то делает не то, к чему мы привыкли за эти дни. И хиксы, ветра, что угодно. Просто уплотняется. Да, да, да. Чтобы быть жирнее, чтобы переживать этого зомбака, переживать этого сетевая. Мы сами понимаем, что если лоу-хпешные герои у тебя, если они проседают от какого-то зомбака, либо от какого-то Баратрума, то моментально сетевая получает бешеный мувспид. И он бежит, бежит, бежит и топчет. Поэтому надо быть жирнее. И все будет хорошо. Рядом. Заюзан был в Смок, но я не заметил Заюзан. Он, по-моему, был как раз-таки под Вардом. И стягивается сюда уже вся команда ЕГЭ. Идет Сумаил в Инвизе. Ой, какая хорошая позиция Сумаила. Есть как раз-таки левел 6 у Ау. И если сейчас получится провести удачный тимфайт для ЕГЭ. И ППД в спину хочет зайти на своем лечении. Не хочет? Нет, не хочет. Вот позор. Даст в никуда. Сумаил. Пошел Роти Кей. И Юниверс отпрыгивает. И просто навстречу копает Юниверс Роти Кей. Пошел Бордэш. Развешиваются уже треки. И смотрим, да. Роти Кей ультанул. Но это пересмертный уже крик. Там Чин Фрост полетит. Слетает сюда в Розора. Первый под треком. Розора под треком тоже здесь. Никуда нет. Ланемо трек. Ланемо трек тоже есть. Третий трек смерть. Дальше. Будет ли еще треки. Ну только один. Один живых Бладсикер. Один фраг был сделан без трека. И посмотри, он вбегает в бой. Пытается кого-то убить. Убивает Ауи. Посмотри на его статы. На мувспид и на демэш. Неплохо. Ну в любом случае. Я думаю Ауи готов так меняться. Опять 4 в 1. И 3 фрага сделаны под треками. Да, отлично здесь раскайтили ЕГ. Своих оппонентов. Побежал куда-то Роти Кей. Вперед. Получил Бороу Страйк. Навстречу. И ничего уже не успел сделать. Он просто погиб. И Разора. Вот этого самого фирменного Разора от ЮДЖЕЙ. Делают почти юзелесом. Команда из ЕГЭ. Кроме как один Плазма Филд за драку. Ничего не успевает он больше сделать. Так, снизу. Лан Эм. Цепляет. И опять трек. И опять минус. Блестяще. Ну вот просто блестяще. И УАуи начинает зарабатывать очень много денег. Смолен вместе с ним. Все четко. Все фраги под треками. 0.5.3 УАуи. Но стоит в миде. Ратикея без трека. ЕГЭ начинает разваливать просто по всей карте. Да. Начинает шатать по всем фронтам. И только что оказалось попробовали ЕХОМ напереть на какой-то тавр в пятером. И мы там дали отпор. И сейчас попали они в такую полутупиковую ситуацию. Не понимают, возможно, немножко, что им нужно делать. Ну, пока да. Пока действительно не ясно, когда тебя давят. А ты еще и знаешь, что у соперника Баунти Хантер, который будет его команду... Командой соперника... Теперь сами ЕГЭ уже начинают нападать на Тауэр. Сейчас посмотрим, будет ли дефенс от команды ЕХОМ. Да, цепляют здесь ДДС и очередной трек килл на троих в этот раз. Ну, Леон умер. Тауэр заберут сейчас вот здесь вот. А нет, решили тару... А, кстати, таруэр тут бить тупо нечем. Куда бежит Баратрум? Куда бежит Баратрум? Куда бежит Баратрум? Баратрум отменил. Понимает, что не надо никуда бежать, потому что могут тебя поймать по дороге и убить. Фир на топе. Будет ли дефить Т1 Тауэр? Соло не хочет, а вообще, думаю, по дефит. Ну да, из-за вот этого как раз-таки отрезок времени довольно солидное преимущество. Сейчас зарабатывают ЕГЭ, оно только наращивается. Нужен какой-то удачный экшен ЕХОМ, чтобы как-то, не знаю, отыграть. Нужны и итемы в то же время на Розоре. Ну, блин, а где ты их возьмешь? Розор привык как раз-таки, это кэрри, который способен очень рано драться. Поэтому, когда вы берете Розора, вы рассчитываете на то, что он там соберет какой-то быстрый айтем на драку. Вы пойдете в тимфайт, и эти тимфайты будете выигрывать. Что ты мечтал, быстрый айтем на драку? Какую-то мекку. А, вот так вот. Ну, тут Розор мы видим не такой. Какие-то барабаны, какие-нибудь статовые айтемы. И вы пойдете, начнете напирать на товара. И дальше он деньги, как правило, зарабатывает уже из этих самых тимфайтов. Здесь же попробовали и хоум, получили по щам. Мы видим, залагал хоум. По итогу этот самый Розор 0-3. С пауэртрит, самоквилой и ножом. И что ему делать, непонятно. Но у него есть нож. Нож это всегда хорошо. Который он гриданет в Сен-Жен-Яшу, походу. Наверное, потому что есть уже бэлт с Тэши. Непонятный мне выбор. Не знаю, кого он хочет на этой Сен-Жен-Яше догонять. Шторма или Квапу или Сент-Кинга. Он хочет стать немножко плотнее, наверное. Или я не совсем понимаю, для чего это действительно. Ну, раз вся команда в плотность идет, так... Ну, а какая команда тут идет в плотность? Кто тут идет в плотность? Сикер, зомби. Нет, до них кто тут не идет в плотность? Мекку он не собирал, потому что Мекку должен был собрать в 1М. Но 17-ая минута Мекки нету у зомби. И теперь в ближайшее время она может и не появиться. Розору, может быть, стоило собирать как раз-таки Аганим, чтобы усилить пуш-потенциал. Может быть, это Аганим и будет. Посмотрим еще. Ну что, гоу-гоу-гоу. Продолжается, продолжается игра. Смотрим графики. Мы видим 2500 галды преимущества у ЕГЭ. И уже около 6000 экспы преимущества у американской команды. Надо дальше пробовать. Появляется Бладстоун у Сумаила на 17-й минуте при 4-х до смертя. Ой-ой-ой, ну это он умеет. Мы вспоминаем Вичи против ЕГЭ в финале Дака, где у него там было 0-4-0 первых 6 минут, а в итоге он игру выиграл в соло. Так что для Сумаила несколько раз умереть совсем не проблема. Тавр на топе будет падать сейчас. Сейчас будут стараться Ихома его убить. Будут ли дефити от ЕГЭ? Сейчас посмотрим. С одной стороны страшновато, конечно, драться против вот таких вот тимфайт-героев. Тем более как раз долетела Мека для Андайенга. Ну да, может быть проблемы. Поэтому могут постараться посплитпушить. Мы идем снизу Фиру. Фира есть, что ТП, чтобы прилететь. С Сумаил тоже ТП. Но вот нет, наверное, не хотят ЕГЭ. Наверное, будут отдавать ЕГЭ. Т2 Тавр и сами ничего не заберут. Т2 Тавр падает без боя. Это, кстати, очень странно. Покупает все-таки Яшу Разор и уже не остается сомнений, что это будет именно Сенчин Яша. Да, ну а снизу Ауи, Фир и Сумаил ждут людей, которые придут дефить. Видимо. ЕХОМ не особо хотят разделяться сейчас по карте. Потому что понимают, что цена любой смерти под треком довольно велика. И продолжают перемещаться в группе Норр. Разгоняется куда-то Ротикей. Сумаил по дороге его не увидел. Он разгоняется до конца на Фира. Фир, блинкаут, Ротикей отменяет. Тут уже три игрока команды ЕХОМ. Ну а ППД на топе наличие. Пока лич, если честно, в игре, ну, есть лич, да и есть. Сейчас не совсем понятен, зачем он, но очень простые летают. Но лич это не герой, который делает игру в мидгейме. Лич как раз-таки берется для того, чтобы вот хорошо простоять эту дабу на харде. Ну да. И Юниверс вынес достаточное количество лвлов и денег оттуда. Поэтому задумка, я думаю, окупилась. И в тимфайте этот герой просто должен забрасывать какие-то там чимфрости. Тем более, что статистика у ППД 3.1.5. То, что надо. То есть залетел хороший ультимейт. Раз, два. Юниверс у нас 1.07 имеет. Юниверс. Пятое место по нитворцам. До развора осталось 800 голды. Одна драка. Так что у Юниверса действительно все в порядке. Намного лучше, чем, например, у Ротикея на Баратруме. Находит ППД вард в своем лесу. Но есть тут еще один вард прямо на лайне. У команды E-HOME. Вот это тяжело будет найти, вот этот вот. Ну да, вот поставил он два центрика. Второй вард не находит. Да, ну и затишки. Затишки маленькая в игре. Квапа приобретает себе Аганим. На 20-й минуте очень хорошо. Сумаил 1300 голды имеет. Скорее всего сейчас пойдут на нижний тавер ребята из E-HOME. По крайней мере все на это похоже. Четыре героя в своем лесу. Баратрум в центре, который может довольно быстро прибежать. В случае надобности. И видят прекрасно этого и Баратрума, и Бутсикера, и Зомби. Ребята из ЕГЭ. Вот так сдалека, сдалека Сити Уай забрасывает. Сити Уай рецепт на Блэкинг Бар купил. Просто рецепт на Блэкинг Бар. Больше у него ничего нету, только рецепт. Да нет, у него побольше денег должно быть. А, это уже готовая БКБ. Да, да, да. Это думаю, где оно все остальное. Это в Курьере все было. Просто в стэше валялся только рецепт. Ну и вот сейчас E-HOME готовы дать бой. Пытается Ауи завардить здесь. И постоянно пытается подрезать Курьера, но пока что не получается. Ну и что, Разор собирается в одной игре с 10. То есть всего 10% игр. Но здесь мы видим, решает Майджей сыграть. Так, так, проблемы могут быть у Юниверса. На варде видят Юниверса, но Юниверс также прекрасно все видит. И скорее всего будет сейчас просто убегать под свой Тауэр, что он и делает. Никто за ним не пойдет под вышку, потому что можно быть очень серьезно наказанным за это. Ну и вот сразу же за счет этого Девардица, этот самый обсервер Ревел Джинниус. Фир тем временем распушивает топ, а уходит сразу же отсюда. Пытается спирит брейк и куда-то бежать. Постоянно ротики то на одного, то на второго. Но постоянно ЕГЭ как будто чувствует, что прямо на них уже пошел разгон. Надо уже прямо отсюда уходить. С блинков, а еще с чего-то. Не получается у Юхоума никого поймать пока вообще. Ну тут Ланэм и Уайджей. В лесах своих тусуется Уайджей и Сашу Яшу. Скоро себе все-таки дособирает. У него есть деньги, он почему-то не покупает. Я не знаю почему. Может быть оставляет на байбэк, кто его знает. Ну может быть. А вдруг он БКБ все-таки решил собирать после Яши, кто его знает. Как вариант. То есть Яша, Белт и БКБ? Хороший. Я не могу иначе это объяснить. Не, ну все может быть. Разные люди бывают. Так, ну что ж, Юниверс в лесах тем временем нафармировать себе. Да, делает он именно БКБ как раз. Красавчик. Этнос, это передумал. Сию потом дособерет. Сейчас пока Блэкинг Бар. ППД 11 левел есть уже. Глимер Кейп у него. Вот он Юниверс, который уже хочет куда-то ворваться, которому уже скучно стало. Фирс Аганима. Блатигер спокойно фармит себе эншентов. Ну и Блатигер выходит на первое место по Нетворсу. Его надо убить сейчас. Есть БКБ у Блутсикера, но мгновенно стирают, не оставляя никаких шансов. Шикарно. Бежит сюда Баратрум. Бежит Баратрум, отменяет. Сразу же видит его Шторм, врывается на него. Сэн Кинг рядом и улетает Шторм. Пока не хочет быковать. У Сэн Кинга по-прежнему есть ультимейт. То есть сейчас подставятся сюда, ребята. Они заманивают, они реально заманивают. Сейчас без Сикера не стоит драться. Шторм. Вот он Юниверс, цепляет Ротикей. Цепанули Сумаила. Сумаила огромные проблемы. Да, Сумаил здесь дынается сам Сумаил. Там до сих пор летает Чейн Фроз, кстати. Ну, байбэк развели. Фир видит Разора. Ой, Разор сейчас умрет. Идет разгон на эту самую Клопу. И смотри, хорошо по всем пробегает Баратрум. Да, да, и убьют Лича. И, возможно, убьют Лича. Лич. Лич погибает. Сэн Кинг погибает. Слушай, это очень хорошо. А это, кстати, очень хорошо. Сетивай потратил БКБ, разочек поражал. И забрали-то троих. И выжил Разор на 100 хп. Ну, и смотрим Fight Recap. Мы идем, заработали немало. Полторы тысячи голды. Яхом заработали в деньгах и две тысячи опыта. И что важнее, да, заработали достаточное количество опыта. Не хватает сейчас VVL немножко и Леону, и там уже Spirit Breaker. Например, влетает Сумаил на Ланема. Но это больше так, видимо, чтобы пораздражать и попугать. Да, у Ланема, мы видим, появляется, кстати, Клоака. Тоже будет делать, наверное, Глимер Кейпс. А потом... Ребята из их хоум пока что все элиты мы собирают чисто на Team Fight. Ну и это действительно заслужит уже... Вот есть один Мидас и все остальное на Team Fight, на Team Fight, на Team Fight. Ну, понятно, Мидас просто... Без Мидаса Латсикер, конечно, кстати, возможен. Мы видели уже Го, да, который сыграл очень хорошо без Мидаса. Но это должно быть сверххорошее начало, чтобы так играть. Это должно быть супер преимущество. И ты должен быть уверен в себе, что вот этот вот Snowball будет не остановим. Что с Ситиуай. Подфармливает еще Лес. Дальше будет выходить опять-таки в Сашуяшу какую-то, либо что-то такое. Ланэм будет выходить в Глиммер Кейпа. Леон очень нужен Блинк. Роти Кей. БКБ очень хочется собрать. До Блинка еще далековато Леону. Да, да, да. Ну и Разор БКБ скоро будет. Очень скоро. Ну что, Сик... Эурисикнет. ЕГЭ что-то предпринут сейчас интересного или нет? Evil Geniuses. Или не хотят? ЕГЭ просто предпочитают сейчас, как мы видим, фармить. Ну, мне кажется, если брать там, да, какую-то минуту пятидесятую, то у ЕГЭ дела будет не очень хорошо идти. Шторм Квапаса откинуть прикольно. Ну, ты знаешь, Шторм конкретно на шесть слотов весьма силен. Видели мы это уже неоднократно. Да, вот самое главное, я думаю, это будет не шесть слотов, а вот где-то минуты через две-три, когда у него появится Орхид. Вот это будет важный момент. Орхид у него появится буквально через минуту, потому что здесь уже один облимин отстав, есть деньги на второе, останется свиточек. И вот первые его влеты, это будет уже интересно. Ну, Юниорс продолжает на витасе. Влетать он, скорее всего, будет в Леона или же в Зомби, возможно, потому что у остальных, ребят, будет уже БКБ к этому времени. Да, Леон в Зомби, это будут суперклиенты, опять-таки, для Смейла. Дофармливает БКБ Разор снизу. Ну и Лич у нас. Глимер кейп есть, дальше уже, в принципе, не важно, что у него там будет. Дальше главное вовремя нажимать кнопку ульта. Юниорс покупает все ЭУ для дополнительного контроля, и к тому же этим артефактам очень удобно сбивать чардж Баратрума. Да, это вообще шикарно, мы уже видели в частности исполнения Нави сегодня, как Баратрумы летали у нас. Посмотри на трех героев команды ЕХОМ, которые стоят просто под Вардом. Стоит Вард и Велджиниус, который видит их полностью. И стоят ребята, причем под своим центриком, ничего не подозревают. Да, не весело. Ну что, убегает отсюда ЕХОМ, ЕГЭ на топе что-то задумали, здесь Ауи, хорошая позиция. Будут ли пытаться с Сити Вайна что-то развести? Первым айтом покупает себе блин к Ауи. На топе ФИР проблемы, успеет ли ФИР в сайлент, на ФИР в сайленте. Нет, здесь команда рядышком. И ТП-аут просто. Ай, вот так вот неприятно. 17%. Лаки баш. Минус мега килл. Не знаю, если честно, почему Юниверс не подкопал, по-моему, ничем он не рисковал. Ой-ой-ой, а вот это что было? Сити Вай ошибается, прожимает БКБ. Она становится 8 секундным у него. Да, ну вот нервишка. Находят Вард моментально. Резб, ну то, что убили ФИР, опять-таки денег дает ЕХОМ немало. 15-17 счет с Юниверсом в пользу ЕГЭ. И по деньгам мы видим... Разрыв сокращается? Да, да, да. Меньше 5000 ведут ЕГЭ, меньше 7500 по эксперт. То есть все более-менее нормально. Все вполне играбельно. И что-то мне подсказывает, что после БКБ на Баратруме понесутся вперед ЕХОМ. Должны. Их тяжело будет остановить. Действительно, если будет 3 БКБ... Вот есть тот самый Арчитус у моего. Хочется зарядить Бутстоун. Но вот этих два пацана по-прежнему прячутся. ДДС и Ланэм. А об них заряжать очень приятно. И что самое главное, ходят они вместе. Если ты влетишь на зомби... Будет Хекс. ... и он тебя похексит. Если ты влетишь на Леона, будет Мека, будет Хилл. То есть тоже не забрать. Да, шарят, шарят, конечно. Ладно, и Миди ДС не подставляются. Их взять будет тяжело. Разве что двух вместе. То есть атаковать с Сенкингом и под Смоуком. Да, по-прежнему впереди ребята из ЕГЭ. Я сказал, уже по ним гаммы по ХП и по Нетворсу по-прежнему впереди. Если мы посмотрим, у ЕГЭ пока что отсутствует какой-либо физ ДПС. В принципе. После появления Глимер Кейпов. Вот один уже есть на Леоне. Могут быть действительно проблемы. Глимер Кейпов и БКБ могут законтрить на корню пик команды ЕГЭ. Могут. Понимают это ЕГЭ. Нашел Сумаил дабл дэмэдж. Пытаются они запрошить Раштана. Ой, и ДДС заходит, видит, ловят. Просто здесь Ланема очень хорошо убивает. Быстро сбили. ДДС тоже, кстати, сейчас умрет. Слушай, можно ловить и Розора, и его убивать, кайтить. И теперь забегает бой Бладсикер. 700 мув спида. И что дальше? И кого бить? И все просто от него убегают в разные стороны. Ну вот, смотри, Сумаил, Сумаил убивает еще Розора. И динается на последнем ХБ. Боже, боже, боже. Эротикей тут на хайграунде стоит, поднялся Ветра Юниверс. Эротикей погибает. Сетивай сейчас БКБ закончится. Вот он закончился. Ланем уже выкупился и пришел после байбэка. И проблемы огромные у Ланема. Ланем ставит там буду, тоже погибает. Это минус 4. И Сетивай единственный, кто живует. Отличнейший этим файт для ЕГЭ. Здесь опять-таки все это происходило под треками. И единственный, кто умер, это Сумаил, который себя заденайл. 5,5 тысяч голды. Пять с половиной тысяч голды на этого самого Рошана. Вроде бы DDC там что-то чекал, но вылилось это все в какую-то катастрофу просто для E-Home. Да, и E-Home, по-моему, вот этим врывом очень сильно усложняет себе жизнь. А может быть даже и проигрывает игру. Критическая ошибка. Да, да, да. Ну что, график, видим, сразу падает в сторону 10 тысяч. По XP уже больше 10 тысяч. Ну и остается. Надеется, и E-Home на чудо и на ошибки ЕГЭ. Опять-таки, видим, БКБшки не помогли, потому что по очереди люди погибали. И как-то их кайтили. И вот получилось так, что двое умерли еще до драки. Ну и опять-таки там во время всего файта блестящий контроль шторма от Сумаила. Ну это да, этот умеет. Этот умеет мы уже не один раз. Ворвался на одного, добил. Потом дрался с Аразором на фулману. Успел его добить в последнюю секунду. Еще успел задынаиться, не дав никакого ни золота, ни экспириенс в команде оппонента. 31-ая минута игры. ЕГЭ. 22-16 ведут. Ну и надо ЕГЭ сейчас поактивнее как-то подумывать по поводу товара. Потому что, например, на топе стоит еще Т1 даже. В миде тоже стоит Т1. То есть вот только одну вышку забрали ЕГЭ. Но опять-таки с их пиком довольно тяжело забирать товара. А враг разжирается. И врагу нельзя давать разжираться. Ни в коем случае. Ну сейчас больше 10 тысяч преимуществ уже составляет ЕГЭ. Я думаю, в скором времени они пойдут еще реализовывать Аэгис. Потому что только что с довольно большим трудом смогли убить Сумейла один раз. И то, как мы уже отметили, он заденайлся. Как убивать Шторма два раза, я не понимаю. Вот героями команды ЕХОМ. Если один раз через все, через Хекс, через там скиллы Баратрума, можно как-то его залочить. Чтобы второй раз не ясно. Дважды это чрезвычайно трудно. Так, в спину идут ЕГЭ. Ну вот ЕГЭ это тоже прекрасно понимают. Появляется еще и линкенсфера у Фира перед этим замесом. Так пошла драка. И ЕГЭ хотят идти собирать как раз-таки урожай под треками. Юниверс просто отблинковался подальше отсюда. Ротикея засайленсили. Рапчер потрачен. Квапа ультует не очень хорошо. По-троим попадает. Шторм вырывается. Шторм первый раз хочет умереть на себя, стянуть все. Вот она первая смерть. Да, но сейчас закончатся БКБ и рядом Юниверс с эпицентром. И вот он Шторм. Неужели забашило с первого удара? Оно в кейпеет, его забашило. И вот трусит, трусит Юниверс. Попадает он в одного Блатсикера. Сетевая будут трёхать. Этого хватит, да. Сетевая умер, а теперь всем остальным тут крышка просто. А больше дэмэджа нету. Разор, кстати, клинком не смог набрать себе достаточно количества урона. Пока что два в ноль. Не, ну это ещё ничего не значит. Пытается Баратрум преследовать. Но Баратрум не догонит никак. Отлично доджит Сумаил Чардж. И что? Баратрум, Разор и Дидиси Жир? Ну вот пытается Эхом как-то группироваться втроём рядышком. И вроде бы отгоняют от себя угрозу. Но всё равно видишь минус два. Ну а Эгис разменен на двух человек и на все БКБшки. Два человека под треками, опять-таки. Ну да, 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 и на все прожарки. 1700 золота и 3200 опыта. А Шторм-то ордался в раке. И вот ещё возвращается Сумаил. Сумаил под дабл дэмэджем убивает. Ну вот тут вот занаглел, конечно. Сумаил и потерял монстр килл 1360. Да, подарил сейчас почти блин к Леону. Да, да, да. Так вот не надо было ошибаться. Уже и так хорошо подрались. Не надо было забирать того Баратрума. Но Эхомнил и Камшиты они показывали, что они готовы играть до конца любую игру. Показывали они там на примере Эмпайр, например, где отыгрывались из 15 тысяч. Все, что хотят сейчас Эхоум, это там засесть на своей половине карты, набирать нужные им итемы. И в лейтгейме за счет отсутствия физ.дпс у команды ЕГЭ подержать верх. Ну что, по деньгам мы видим там действительно 12 тысяч по XP, 15 тысяч. БКБ, появляется таки третий БКБ, на Кургероях у Ехоум. Ну наконец-то. Да, да, да. Ну теперь он будет более... У этого самого Баратрума счет был 3-1-2. Что это такое? Сейчас он уже превратился в 3-7. Не весело. Без БКБ тяжело, конечно, вбегать. Да, проиграли Виртус Про первую карту Вичи Гейминг. Причем довольно быстро, судя по всему, потому что эта игра стартовала позже нашей. Нет, чуть раньше, чуть-чуть раньше. Они почти одновременно. Но в любом случае старались. ВП немного не пошло. Я там один глазом смотрел. Какой-то момент они даже ввели в счете, но не вышло. 27 минут, 27. Действительно короткий матч получился там. Да, там уже идут серьезные такие битвы. Виртус Про нужны эти очки. В Виртус Про будет все зависеть, их судьба, конечно, от этих сегодняшнего и завтрашнего матча. Если завтрашний матч Виртус Про выиграет, то место в Венерах они себе гарантируют. Ну да, ну да. Но не очень-то хочется попадать ни на LGD, ни на Сикрет. Никому, я думаю, с противоположной группой. Конечно. Но это уже такое. Тут ты уже ничего не сделаешь. Первое место выбирает себе соперника. Да, но она выбирает из третьего и четвертого. Поэтому неплохо было бы занять хотя бы второе. Второе идеально. Второе место, это действительно хорошо, но до него добраться тяжело, учитывая, что... Потому что неважно, кого выберут, то ли ЕГЭ, то ли Сикрет, то ли LGD, ты попадаешь или на тех, или на тех. Да-да-да. Тогда. Если занимаешь третье или четвертое в этой группе. А эти, эти сильны. Ну что же. Вот группируются ЕХОМ. Будет смоук. Возможно, будет какой-то смоук. Посмотрим. Есть смоук у Леона. Появился этот самый даггер. Ой, ну смотрите. Монтостайл очень редко действительно появляется на Блотсикере. И здесь он есть. Прешил не покупать Сашенрияшу, выбрал Монтостайл. Во-вторых, чайник, чтобы прыгал. То есть, хорошие вещи. Ну и вот этот вард постоянно обновляет команда ЕГЭ. И ни о чем, опять-таки, не подозревают ЕХОМ. Вард во вражеском лесу, который держит вражескую команду как на ладони. Отслеживает все перемещения. И ЕХОМ просто в недоумении. ЕГЭ видит действительно все фактически. Что? Сити Уай. И вот есть причем гем у Роти Кей. Но мимо не пробегает никак. Вот, бежит опять Разор. Сенжин Яшу он таки да собрал, начал собирать Аганим. Разор становится все опаснее. Вот этот Разор 0.4 становится опаснее. Действительно становится опаснее с артефактами. Когда у наших команд Разор, если он не засноуболил и не выиграл игру там в первые 30 минут, то мы уже начинаем хоронить. Когда же Разор у кого-то другого, этот Разор выходит в лейтгейм и тащит катки. И убивает людей там действительно. Что будет смоук здесь от ЕГЭ? Да, вот он смоук. Такой себе байт на Фира может быть. Или просто смоук наглый. Идут сюда ЕХОП. В ответ вперед выходит Разор и Баратрум. Два сверхтолстых персонажей. Юниор спрыгает, копает. Успеет ли что-то сделать Разор? БКБ включается. Прыгает хорошо. У нас на Лео, на Шортфири. Быстро его сбривает. Улетает сразу Сумаил. Пошло БКБ. Ротикей влетает в ППД. Никуда не отпустил. Один в один размен. Преследует. Пытался кого-то еще преследовать. Сетевая, но Рапчер так и не получилось навесить. Ну, есть мнение, что эта игра будет. Сетевая без БКБ. У него есть БКБ. Есть БКБ у Сетевая. Ротикей. Сайленс на Сумаила. Сумаила отлетает. Но теперь у него нету маны. Уже почти нету маны у Сумаила. И вот успевает забрать фикера. Раздерется до конца этот Сумаил. И вот он укрет мужика. Четко Сумаил. Лоу ХП. И выживает Сумаил. И минус 5 делают ЕГ. Вот это да. Вот это да. Как же он стоял на мужика, дрался Сумаил этот. Как же четко он рассчитал. Появилась у него Шива. То есть 27 армора позволяли ему прожить достаточно долго. Для того, чтобы Юниверс. Он знал, что он сейчас будет. Раструсил всю команду соперника. Юниверс, Ауи, треки, в лед. Шикарно. Юниверс, конечно, блестящая игра. 3600 у него. 3600 у Юниверса. 40 армора было на Шторм Спирите. Еще не забываем, конечно, Фрост армора от Лича, который висел на нем. Несмотря на то, что Лич там умер. Но до этого он успел повезти. Т3 падает. Шторм ставит реминант. Для Вижена. Или если кто-то вдруг подойдет. Ну и судя по всему будут забирать бараки ЕГ здесь. Баратром бежит. Придется отменять ему сейчас чардж. Но надо бить бараки. Надо бить. Через 12 секунд будет только CTY. Через 5 секунд будет Вайкер. Байбекаться совсем не хочется. Не, похоже на то, что отбились за счет томбы. Ну, в любом случае, драка была шикарна для ЕГ. Да, и на графике это отображается. Уже 18500 лидирует ЕГ. И 25000 экспириенса. Ух. И баунти хады приобретает. Гардиан Грифс себе. Еще более полезный. Несмотря на то, что приходится вот так вот кайтить команде ЕГ своего оппонента. С этой задачей они справляются более чем круто. Ну, они умеют играть в доту. Все очень просто. Казалось бы, нет ни одного физ ДПСера. Казалось бы, должны быть проблемы после 30 минуты. Но нет. Пережидают ЕГ БКБшки соперника. Постоянно и Гандар, и Сумаил отлично кайтят оппонента. После чего просто входят Квин оф Пейн с Сент Кингом и взрывают команду соперника. Появляется тем временем у нас Аганим у Разора. Есть Аганим, есть БКБ, есть Энжин Яша. И Хекс появляется у Фира на Квин оф Пейн. Ну, там тем временем мы видим на Рошанчике стоит. ППД уже ждет. Осталось ему ждать совсем чуть-чуть. Владмир, кстати, он купил помогать своей команде. А вот он Сент Кинг, зря так далеко. Хотя, Фир на Разора, Фир усбили ринку. Тут же Сумаил, Ротикей, Фира, Роктура, Фира. Фир успеет ли сделать блинкаут? Да, Фир делает блинкаут. Чейдфрост полетел. Пытается Ситиуай куда-то далеко забежать. Ситиуай просто разваливает. Трусит Юниверс. Ну, это да. Попадает по двоим, кором, у которых как раз-таки заканчивается БКБ. И никого здесь не хотят уже отпускать команда Ехом. Два сомна героя уже мертвы, но тут все поумирают. Здесь есть и увы, и станы от Сент Кинга. Никуда ты не уйдешь. Ну, Сент Кинг умер, конечно. Ну, Сумаил тут будет добивать. Да, но здесь умрут все герои оппонента. Причем большая часть из них под треками и понимают. Все, Ехом пишут ГГ. Просто шикарное исполнение от ЕГЭ. Просто исполняют на каком-то супер уровне. Evil Genius'ы смолдцы. Да, 1-0 в пользу ЕГЭ. Еще одну победу они в свою колид. Копилочку добавляют. И становятся главным претендентом на топ-1 в этой группе. Учитывая, что переиграли они вчера в личной встрече Вичи. Да, да, да. ЕГЭ все хорошо. Если они сейчас выигрывают, то они будут в топе этой группы. Но битва в середине. В середине турнирной таблицы продолжается. Вичи, Виртуз Про, Ньюбитс Дек и так далее, и так далее, и так далее. Рубилов очень серьезно. Мы уходим на короткую паузу, отдаем слово нашей студии-аналитике. И вернемся к вам через 10 минут на вторую карту матча ЕГЭ. Ехоу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Берут эту карту, берут первую, собственно, победу в противостоянии против Ихум. И была, конечно, интересная игра. Был Сумаил на Шторм Спирите, то, чего мы ожидали. Но хотелось бы услышать авторитетное мнение нашего топ-аналитика Дред. Что ты скажешь нам? Дред сегодня молчалив. Молчалив. Задумчив, как и всегда. Ну, готовится. Готовит рейс. Он собирает все лучшие факты и оставляет на мейн-эвент, конечно же. Ну, естественно. Тогда давайте поговорим. Мы, Ярик, Егор. Нам ничего другого не остается. Нам нечего, как говорится, стесняться. Да. Ну, вот как мы и говорили, глядя на пик ЕГЭ изначально, что что-то вот не похоже на... Вот эти пять героев не похожи на тех, кто могут противостоять пяти героям Ихум. Но мы также заметили, что нету героя, который мог бы ломать вышки. Мы предлагали Джекироса, чтобы просто идти и ломать здание. Они взяли Леона, то есть это какие-то драки. Но драки там могут и не получиться. Особенно если у Санкинга получается ранний даггер, который... Помешать этому никто не мог. Лич делает стаки, Санкинг фармит эти стаки. Никто прийти помешать не может. Ну, а, собственно, там одна была драка в минуте так на 11-й где-то, где Санкинг ворвался, очень хорошо подкопал. И, несмотря даже на то, что Сумаил нафидел раза четыре или три в начале игры, все равно вот с этого момента уже пошел такой переворот. Потому что ЕХум, если бы выиграли, то выиграли бы быстро. Мы продолжим обсуждение, но на фоне мы, собственно, покажем несколько хайлайтов из этой игры и параллельно будем дальше говорить о карте. Да, ну, хайлайтов у нас много, на самом деле игра богата на них. Мы еще и далеко не все записали, потому что ближе к концу игры было просто 15 подряд тимвайпов от товарищей из ЕГЭ. Это вот одна из первых драк, где Сумаил показал невероятную свою игру на Storm Spirit, очередную. Да, он, как всегда, дерется до последнего, просто месяца на всю ману. Ну, естественно, зомби очень сильный герой на первых уровнях, зомби, который ондайнг, и поэтому здесь немножко ЕГЭ пострадали. Но чем дальше влез, тем было все тяжелее и тяжелее ЕХумом. Это вот первый будет сейчас то ли тимвайп, то ли очень серьезный разрыв. Это тот самый врыв от Сент-Кинга, который получил ранний блинг дагер. Первый врыв, да. Первый неожиданный врыв от Сент-Кинга с блинком. Притом чуть-чуть не повезло буквально ЕХумом. Подозревали они о том, что может быть какой-то там Сент-Кинг или еще что-то. Поставили тамбу, но не успел зомбик появиться рядом с Сент-Кингом. Он успел уже закасить ульт и залететь в толпу. В итоге минус 4 в размер на одного лишь Баунти Хантера. И с этого начались все проблемы у ЕХум. Далее, что не драка, то было очень неприятно. Хотя вот, по-моему, эта драка одна из таких более-менее равных еще выйдет. Тут по всему видно, что шторма не о чем цеплять. Практически есть один Леон. Сумаил, как правило, не влетал и пока не видел этого Леона. Только он где-то видел Леона. Он либо убивал Леона, либо летел куда-то, где Леон его просто достать не мог. Либо его команду убивал Леона. Короче говоря, одним Леоном сыт не будешь, как говорится. А с вечером это ненадежный, ненадежный дизейбл для шторма. Хотя тут вот шторм немного. Здесь, кстати, байбэкнулся Блаттикер в этой драке. Но это не особо помогло ЕХуму. Или драка еще не закончена? Драка не закончена, она долгая. Блаттикера еще это не наблюдают здесь. И он где-то здесь бегает вокруг. Так его нету. Он байбэкнулся, его нет в драке. Где-то есть. Вон он начинает навязать там сверху. Эта драка еще получилась более-менее. Это последняя драка для ЕХуму, которую они более-менее еще разыграли. Дальше было все только хуже. Вот как раз только что мы наблюдали, как Шторм Спирит залетел в Леона и разорвал его. В секунду, имея Арчит, Шиву, ничего Леон не может сделать этому Шторму. А без Леона Шторму вообще никто ничего не может сделать. Сумаил просто развлекается с командой. И ЕХум как хочет. Вот очередной врыв. Прилетел, улетел. Что-то туда-сюда побегал. В принципе, фулкп бегает. Даже на Блаттикер на него ульт кидает. Но Шторму пофигу, он продолжает. У него Аегис есть. Можете позволить. Но и в это время Сен Кинг вроде как начнет раскастовываться и убьет всех. Да, вот и он. Сен Кинг. Ну и просто минус 5. Притом, в сумме даже Аегис. А, Аегиса у него и не было. Это была другая драка. Он просто бык. На этом месте. Ну и еще было несколько драк после этого, где по разным, по подобным, точнее говоря, схемам как-то отваривались у нас товарищи из ЕХум и, в принципе, проиграли игру. Ну что ж, вот такой вот результат у нас получился на первой карте. Нам показывают ЕГЭ. После первой карты они выглядят очень уверенно. Там Фир смеется, шуточки рассказывает. Хотелось бы еще раз обратиться вот к нашему молчаливому Андрею. Может, в этот раз он нам все-таки что-то скажет по этой игре. Или же по параллельной. Великолепная игра. Великолепная игра. Но я больше был занят игрой Virtus.pro против Vici Gaming. Вот мы, собственно, переходим. Параллельно закончились две игры на вторых стримах. Я сразу вам скажу результаты. И Vici Gaming, к сожалению, для наших болельщиков победили. В первой карте противостояния It's Deck выиграли у Newbie. Андрей как раз смотрел за началом развития этой игры. Давай. Ну, что-то можно сказать. Вначале, в принципе, боролись неплохо. Но, к сожалению, к сожалению, David Tours Pro просто-напросто в ЭГЭ дрались намного лучше. Они подряд проиграли около 3-4 замесов 5 на 5. Причем жестко. Было и 0 в 5. Было и 1 в 4. Было все. Ну и игра после этого уже была проиграна, к сожалению. Я бы отметил пик Ancient Apparition от команды Vici Gaming. Я не встречал еще Apparition на мейн-эвенте International. Поэтому вот. А мне очень нравится этот герой. Я считаю его очень хорошим. Я считаю его довольно универсальным. Его можно поставить в легкую и взять что-то жадное. Потому что к вам не придут. Если к вам приходит какая-то дабла, вы с аппаратом и двумя другими героями можете убивать их. Если вы видите у врагов слабость, вы идете к врагам в сложную и также их убиваете. Ну а также это хороший ульт для драк. Собственно, здесь были два героя. Шторм и Клок, которые врываются. И вот под ульту аппарата очень хорошо ими нападать. Мы видим, что три раза был взят Ancient Apparition. Видимо, не застал. А, две игры LGD. А я ни одной, собственно, и не видел. А Паришин очень неплохо может законтрить Бладсикера. Главное, попасть с него в ультимейте. И Бладсикер не сможет тогда отличиваться в драке. И это все-таки львиная доля того. Еще, на самом деле, должен быть какой-то дизайбл под это дело. Потому что Аппаришин нам сложно попасть по цели, который бегает с скоростью 700. Ну, Крокфик, Шторм как раз таки, вот они и помогают. Ну, так вот вышло. Я предлагаю, пока у нас не начался пик в нашей, вот игре, на которой мы находимся, посмотреть Virtus Pro Vichy Gaming пик в следующей игре. Он уже идет вовсю. Обсудим.